Союз нерушимый, республик свободный, Сплотила навеки великая Русь, Нас здравствует созданный полей народа, Единый, могучий Советский Союз. Здравствуйте, друзья! В эфире канал Невашвот, и с вами я, Юрий Геминфарбер. После двух передач о так называемом бесплатном советском жилье и о том, какие подводные камни подстерегали советских граждан на пути обладанием заветной жилплощадь, я получил много писем и комментариев с одним единственным вопросом. А как же ты тогда объяснишь отсутствие бездомных и бомжей, в Советском Союзе? Нестыковочка получается? Значит, врешь ты, проклятый либераст? Это сильный аргумент, я не спорю. И усиливается он тем, что эта проблема до сих пор была малоизучена. И вот позвольте мне объяснить вам, друзья мои, почему мы во времена СССР, не бродя, не попрошая, просто не видели. Но вначале небольшой исторический экскурс. После Второй мировой войны с фронта пришла масса инвалидов. Они без ноги, без руки просили милостыню на вокзалах, в поездах, в местах общего доступа. И это было. Плюс мелкая подработка тем, что они точили наши ножницы и ремонтировали мелкую хозяйственную утварь. И вдруг, в один прекрасный день, они пропали с советских городов. Как будто испарились. В чем была причина? А причина была в том, что отец народов, товарищ Сталин, он распорядился убрать всех этих коллег с улиц городов страны, победившей фашизм. Дабы не портили вид. И вот всех их, их тогда называли самовары, их ссылали на Валаму. Это было. Это реально было. Но дело в том, что в 1960 году был принят новый уголовный кодекс. И в этом уголовном кодексе была одна замечательная статья, номер 209. Так вот, согласно 209 статье Уголовного кодекса, бродяжничество, попрошайничество, а также тунеядство и введение так называемого паразитического образа жизни, оно каралось тюремными сроками. За это можно было схлопотать до 4 лет. Вот почему, собственно говоря, люди, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, а также неработающие более 6 месяцев, они реально отправлялись, вы сами понимаете, куда. Их просто-напросто сажали. Я больше того скажу. Была еще такая статья, совершенно замечательная, в Советском уголовном кодексе 1960 года. Это 198 статья. Нарушение паспортного режима. За это можно было схлопотать до одного года. Вот, кстати говоря, почему советские люди не выходили из дома, не имея в кармане какой-то документ удостоверения личности. Будь то партийный или комсомольский билет, или паспорт, или студенческий билет, или профсоюзный билет, или водительские права. Да, но факт тот, что документ, который можно было предъявить любому милиционеру, иначе это было чревато. Очень серьезно мне приятностям. Это тоже один небольшой штрих. Тем, кто в это не верит, я предлагаю задуматься над одним фактом. Вот слова «бич», «бомж», «борз», они откуда взялись? Это изобретение не путинского времени, и не ельцинского, и даже не горбачевского. Это термин, который существовали во времена Советского Союза. Это аббревиатура. «Бич» – бывший интеллигентный человек, «борз» без определенного места жительства, «борз» без определенного рода занятий, таких еще на уголовном жаргоне называли «борзыми». Так вот, эти люди, они попросту отправлялись в тюрьму. Я вам больше скажу. В 1982 году, когда пришел к власти Андропов, то началась так называемая борьба за порядок и дисциплину. И вот тогда милиция и КГБ, они ходили в рабочее время по магазинам, по кинотеатрам, по баням, саунам, и вылавливали там людей, задавали вопрос «почему вы не на работе?». Больше скажу, ваш покорный слуга на это напоролся и столкнулся с этим непосредственно. История была довольно забавная. Значит, у меня день рождения был 15 декабря. Ну как был он и есть. И вот в 1982 году это был, я не помню, то ли среда, то ли четверг, но факт тот, что в середине недели у нас в нашей компании еще со студенческих времен была традиция такой алгоритм. Мы в первую субботу после дня рождения в 17 часов собирались на квартире у виновника торжества. И вот я попросил на работе, на заводе, я тогда работал на заводе, отгул на пятницу для того, чтобы без очереди или с относительно небольшой очередью купить там необходимую снизу. Ну, о чередях и советском снабжении я отдельно расскажу. Ну вот пришел я в Саратове, у нас на улице 20 лет в ЛКСН, это тогда, это теперь улица называется Большая Казачья. На углу с улицы Пугачевской был гастроном, а рядом с ним отдельный вход в винный магазин. И вот я захожу в этот винный магазин, передо мной стоит бабулька, я занимаюсь за ней очередь. Сзади пристраивается еще какой-то мужичонка, ну, на вид ему как лет 40-45. И вдруг открывается дверь, в магазин заходят двое штатское. Один перекрывает вход, второй окидывает взглядом нашу троицу, подходит ко мне, предъявляет удостоверение КГБ, то есть этим комитет госбезопасности занимался. Говорит, ваши документы, я предъявляю паспорт. Он говорит, почему вы не на работе? Я говорю, у меня от ГУМ. Где вы работаете? Работаю на СЭПа. Какой СЭП? 59-й. Понятно, он записал мои данные, отдает паспорт, все. Как он мужику подходит? Ваши документы, он предъявляет паспорт. Почему вы не на работе? А я на больничном. Где больничный? В паспорте вложен. Он достает от больничной, пишет на нем, КГБшный, нарушение режима, отдает мужику. Вот вам, пожалуйста. Но эта история на этом и закончилась. В понедельник я прихожу на работу, а до этого мы с пацанами посмеялись просто над этим случаем. Довольно забавно. В понедельник я прихожу на работу, а у нас как? У нас был цех, ящик в ящике. То есть на завод можно было пройти только по пропуску, но на пропуске стояла определенная отметка, и в цех можно было войти только при наличии этой отметки. И, соответственно, там был отдельный пункт ВОХР, и пропускали нас. А на входе стояла табельщица, которая запирала все наши пропуска в специальный ящик и выдавала только по окончании работы. И вот я прихожу, рядом с табельщицей стоит замначальника цеха и секретарь партбюро нашего цеха. И говорит, пойдем к начальнику цеха. Я прихожу, ну и что? А я молодой парень, мне что тогда, 22 года. Там в кабинете у начальника цеха сидит весь бомон нашего завода. Начальник производства, начальник первого отдела, замгенерального по кадрам, начальник третьего отдела, это КГБ. Ну и так далее. То есть, секретарь комсомольской организации завода, секретарь партбюро. И начинают мне вставлять пистон. Тебе для чего отгул дали, чтобы ты по винным магазинам шлялся? Я вот слушаю, слушаю. И в конце фраза, ты что не понимаешь? Я говорю, начальник цеха, Анатолий Павлович. А я действительно не понимаю. Отгул, я что прогулял? Отгул мне дали совершенно законно, я его заработал. Есть мое заявление на отгул. Я его получил. Я его имею право использовать так, как я хочу. У меня день рождения, и вы это знали. Я собирался его отметить. Я специально взял отгул для того, чтобы пройтись по магазинам. В чем проблема? Ну, в общем, мероприятие провели, но, как оказалось, эти КГБ позвонили на завод. Действительно, проверили, убедились, что я был в отгуле. Но сказали провести со мной воспитательную работу. Этот случай я рассказал вам потому, что при Андропове это борьба с так называемыми бродягами. Попрошайками и людьми, ведущим паразитический образ жизни, резко усилилась. Очень резко. Но это было не все. В те времена существовали еще так называемые ЛТП. Лечебно-трудовые профилактики, в которые помещали людей, принудительно помещали алкоголь. Но в апреле 1991 года, еще при Горбачеве, еще до распада СССР, эту статью отменили и 198, и 209. Соответственно, из тюрем и ЛТП вышли все люди, которые были, отбывали тюремный срок за так называемое бродяжничество. Вот почему Михаила Горбачева обвиняют в том, что он породил бомжей. Не он породил бомжей. Их выпустили просто-напросто из тюрем. Вот и все. Но на самом деле и бичи, и бомжи, и борзые во времена СССР были с избытком. Но была и еще одна причина, почему эту публику практически не видели. Дело в том, что многие люди, не желая садиться в тюрьму, они вербовались на так называемые севера. Они вербовались на золотые прииски. И там отбывали какой-то сезон, зарабатывали большие деньги и так далее и тому подобное. Но на самом деле жить им было негде. Я просто рекомендую вам, друзья мои, послушать песню Владимира Высоцкого про речку Вачу и попутчицу Валю, написанную в 1977 году. Это вот как раз про таких бичей. Именно тогда были выражения «забичевал», «бичарня», «бомжатник», «забомжевал». Это тогда были такие же выражения. Я больше того вам скажу. В период с 1985 по 1988 год я зимовал на полярной станции «Югорский шаг». Не потому, что я бичевал, не потому, что я забомжевал, а, ну, романтика молодому парню в голову, шандарак. Был такое дело. Но вот там у меня кое-на-что глаза-то приоткрылись. Именно там я увидел, что подавляющее большинство людей, вербовавшихся на севера, это фактически вот те самые бичи, те самые бомжи. Я вам больше скажу. Что если сегодня, а сегодня времена натурально омерзительные, человек может стать бродягой, бомжом, бичом, кем угодно. По прихоти мошенников, по прихоти коллекторов, банков и так далее. По прихоти многих. Но весь фокус в том, что в советские времена советская власть фактически способствовала созданию вот этих вот бичей и бомжей. Почему? А я вам объясню почему. Потому что достаточно было полгода, полгода не проживать в квартире, а я напомню, я уже говорил об этом, что квартиры советским гражданам не принадлежали. И вот если вы полгода без уважительной причины не проживаете в квартире, вас могли выписать из квартиры. И таких случаев были сотни тысяч. Когда родственники выписывали людей из квартиры. Когда по жалобам соседей выписывали людей из квартиры. По распоряжению там завкомов и так далее, мискомов и тому подобное. Это были такие случаи. Их было достаточно много. Вот откуда в России, точнее в Советском Союзе, брались бездомные. И вот почему вы их не видели. И кстати, в качестве одного небольшого паскрика, выражение «выслать за 101 километр» это выражение родилось в Советском Союзе. Подумайте, откуда. Спасибо. 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 Спасибо.